А меня не позвали. Такую фразу от собственных детей то и дело приходится слышать самым заботливым родителям. Психологи утверждают, подобный опыт в детстве поможет самым негативным образом сказаться на будущем ребенка. Сегодня в Чебоксарах сказать «Я в команде мог каждый ребенок». Наш репортер Наталья Мальчикова, хоть уже и вышла из подросткового возраста, с удовольствием присоединилась к уникальной акции. Казаки-разгонники, пятнашки, цепи кованные. Студент третьего курса Чебоксарского техникума Даниил Ягудин в силу возраста мог и не помнить игры советских детей. Но решил сам научиться и научить ребят из соседнего двора. Я изначально хотел задействовать спорт среди детей, среди молодежи, чтобы их активность на летнее время переходила не в преступность, не в алкоголь, не в плохие какие-то привычки, а именно в ЗОЖ, именно в спорт. Ребята из соседнего двора рассказали своим соседям. В итоге узнал весь город. Идея по техи ради стала большим проектом. Серьезной поддержкой и обдуманной идеей. Внимание к проекту считай на высшем уровне. Мы поддерживаем спорт, детский спорт поддерживаем, здоровый образ жизни. Я считаю, что это хорошее начинание и продолжение наших партийных дел, которые мы реализуем на территории Чувашской республики. Прогулки из бесцельного времяпровождения обрели и смысл. Модный и популярный здоровый образ жизни здесь не пропагандируют. Здесь живут физкультурой. Я думаю, что это замечательный проект и он ценен тем, что, во-первых, формирует привычку к здоровому образу жизни у ребят самого разного возраста. В рамках проекта реализуются такие игровые спорты, как футбол, где без взаимодействия невозможно. Все игры командные. Только так проект может достичь цели. Здесь нет сильных и слабых. Тех, кто попадает по мячу или нет. Здесь все в команде. Дух соперничества в день открытия Олимпиады в Токио. Только по олимпийскому принципу. Здесь соревнуются за интерес и даже не догадываются, выигрывают на самом деле едва ли не главный приз в жизни. Умение не просто сказать, а быть в команде. Я победил в средней категории, в русском силомере. Ну, чем за компьютером гнить, конечно, лучше выйти на улицу, позаниматься на турниках, побегать, в футбол поиграть, в конце концов. Фору пацанам на турнике дадут и девчонки. Сколько раз я не считала, но так настроение хорошее. Резинка сама тебе, можно сказать, поднимает, только потом руки очень сильно устают. Судя по реакции участников, проект вполне может выйти за границу Чуваши. Ведь вне зависимости от того, где живут мальчишки и девчонки, им обязательно надо понимать, сегодня их позвали в команду. Наталья Мальчикова, Сергей Емельянов, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok